Сергей Павлович Королёв входит в десятку величайших людей XX века. Под его руководством была разработана первая в мире межконтинентальная ракета Р-7, на базе которой создан космический корабль «Восток-1». Именно на нём Юрий Гагарин совершил первый пилотируемый полёт в космос. С помощью знаменитой «семёрки» 4 октября 1957 года на орбиту был запущен первый искусственный спутник Земли. Несмотря на то, что Королёв был человеком науки, он всё же верил в приметы и соблюдал определённые ритуалы, которые помогали ему чувствовать уверенность в ответственные моменты. Сергей Павлович был человеком, который очень верил в удачу. Даже до суеверий. Он не делал пуска в понедельник, он прибивал подкову на дверь, он носил в карманах счастливые монетки и много всяких других ритуалов. Это не потому, что такие ритуалы помогают запуску космических ракет. Вероятно, они помогают чувствовать себя спокойнее, увереннее. И спокойствие руководителя передаётся и окружающим. Музей авиации и космонавтики в Самаре хранит уникальные вещи гениального конструктора. Среди них письма Сергея Павловича Королёва, его счастливая шляпа и галстук, а также стартовые повязки. Одна из них была на Королёве во время полёта Валентины Терешковой и Валерия Быковского. В распоряжении музея также имеется повязка с автографом Королёва, которая была на нём во время запуска космического корабля «Восход». Сотрудники музея и сегодня не прекращают поиск личных вещей конструктора. Круг общения был достаточно большой, Сергея Павловича Королёва, но в силу того, что он был закрыт, очень засекречен, ну, прежде всего о документах, наверное, речь идёт, документы всё-таки, наверное, сохранились. Многие его подписи просто не знали. Документы написаны рукой, и порой они находятся совершенно случайно в архивах людей, которых, может быть, уже ушли из жизни, родственники находят. И определить их могут только специалисты, те, кто занимается изучением его истории, знают почерк, знают вот подпись. Королёв лично курировал производство деталей космических кораблей, поэтому часто бывал на предприятиях Куйбышева. О чём жители города даже не подозревали, личность Сергея Павловича была засекречена. Он не появлялся на экранах телевизоров и даже не смог приветствовать Юрия Гагарина после приземления. Королёва дважды номинировали на вручение Нобелевской премии, однако Никита Хрущёв так и не позволил раскрыть личность создателя ракетно-хосмической техники. Его имя стало известно общественности только после смерти в 1966 году. Максим Магомедов, Максим Гусев, События.